Итак, за последний год игра про зомби-апокалипсис, известная как Project Zomboid, взорвалась постоянными обновлениями и новейшими обновлениями в многопользовательском режиме, позволяющими вам либо играть с друзья или подонки-саботажники, база игроков в игре буквально взорвалась с последним обновлением, в результате чего база игроков увеличилась с пары тысяч до пары десятков тысяч. Я почти уверен, что это не так, как вы говорите, но это так, что у многих игроков возникает вопрос, как у новых игроков, так и у новичков. И возвращение — это проект Zomboid, в который стоит поиграть, так как тот, кто любит играть в видеоигры, а затем говорить о них, и видя, что я трачу довольно много времени, возвращаясь к этой игре, поскольку она у меня была около года. Но только недавно я действительно вошел в нее, я решил собрать. Много моментов, которые, я думаю, привели бы меня в игру намного раньше, чем вы думаете, всего за последний месяц, так что, возможно, это видео либо заставит вас захотеть купить игру самостоятельно, либо в конечном итоге сыграть в нее снова, так как она, вероятно, была у вас на заднем плане сейчас, если вам нравится игра. В видео не забудь оставить комментарий «Нравится», а затем зацени канал, чтобы получить больше контента, который поможет мне выжить в реальной жизни. Хорошо, что доход от рекламы хороший, но это не так, ребята. Мы должны начать с этого. Во-первых, проект Zomboid — довольно сложная для объяснения игра, но я сделаю это вкратце. В этой игре ты создаешь персонажа, который будет твоим выжившим, ты будешь управлять им во всем мире, у тебя есть четыре карты на выбор в качестве точки возрождения, а также довольно глубокий персонаж. Черты как отрицательные, так и положительные, в то время как карты в основном остаются неизменными, множество игровых трофеев и вещей, которые вам нужно найти, случайным образом разбросаны по миру в соответствующих местах. Вы будете полностью предоставлены сами себе, поэтому, если вы хотите найти немного еды, вам лучше пойти в продуктовый магазин. Хочешь найти какое-нибудь оружие, может быть, магазин инструментов или оружейный магазин. И хотя ты можешь начать игру с проточной водой и электричеством, по прошествии недель оба они в конечном итоге отключатся, так что ты захочешь. Подготовиться к этой трагедии, создав базу здания базы, это огромная часть проекта Zomboid, и одна из вещей, которые мне очень нравятся во многих видеоиграх, вы можете либо построить свою собственную базу с нуля, либо создать ее. Забаррикадировав уже существующее здание и расширяя его. Чтобы выжить в долгосрочной перспективе, тебе нужно будет разобраться во многих вещах на своей базе, например, как ты собираешься выращивать сельскохозяйственные культуры для еды, потому что ты, вероятно, закончишь тем, что разграбишь каждый дом, который есть в игре, когда краны высохнут, что ты собираешься делать с водой, я имею в виду, даже если. Ты собираешь воду снаружи, тебе все равно нужно нагреть эту воду, а без электричества ты должен разобраться во всем этом. Будет зима, к которой нужно подготовиться, что намного сложнее, чем в обычные сезоны игры, и по сути. Твоя цель просто выжить. Как ты это сделаешь, это будет полностью зависеть от тебя. Но только игроки, которые планируют заранее и используют мир в меру своих возможностей, смогут продержаться в игре даже больше месяца. Если вам интересно, насколько сложен проект Зомбоит. Он очень сильно варьируется. У меня есть основная трудность, это довольно сложно. Я играл около 15 часов, прежде чем у меня появился персонаж, который продержался хотя бы неделю подряд, кроме того, как только я достиг этой недели, произошло событие с вертолетом, которое доставило кучу зомби в ваше местоположение. Так что преодоление этого холма само по себе является достижением. И хотя убивать зомби и находить добычу довольно просто и весело, сложность игры во многом зависит от того, как много вы знаете об игре. Вы многому научитесь методам проб и ошибок. И только так вы в конечном итоге станете лучше, как будто я не шучу. Это очень жестокий опыт, очень похожий на другие игры, похожие на рогалики, твои первые прохождения, детка, вероятно, ты будешь мусором, тебе придется узнать все о входах и выходах в мире, например, о том, как работают машины и домашняя сигнализация, простой способ поднять весь ваш район и как только игра станет. Что-то вроде прогулки в парке, и ты чувствуешь, что понимаешь, что делаешь, и знаешь, как выжить, ты, вероятно, станешь беззаботным, а затем, будучи беспечным, в конечном итоге будешь съеден зомби. Все, что нужно, это всего лишь один укус зомби, и твой персонаж за это время. Следующие несколько дней будут проходить через медленный процесс разложения превращения в зомби, что же все, что ты можешь сделать, это ждать смерти и думать о том, как ты был глуп. Одна из вещей, которые мне действительно нравятся в проекте Зомбоид, заключается в том, что есть множество дополнительных опций, которые вы можете настроить, прежде чем. Ты начинаешь свою игру, позволяя настраивать ее так, как ты считаешь нужным, ты даже можешь сделать игру намного проще или намного сложнее, или просто изменить общий стиль игры и то, как все будет проходить в течение моих первых нескольких прохождений. Я играл в игру без возрождения зомби, так как там довольно много. Немного зомби в мире, как есть, и у вас постоянно будут разные орды зомби, движущиеся по карте, так что никогда не казалось, что о зомби полностью позаботились, так как они просто бродят в разных зонах вокруг карты, которые уже очистились. Но это было довольно приятно. Чтобы иметь возможность очистить район или магазин, Эван знал, что опасности в этом районе, по крайней мере, исчезли, и это будет немного более безопасный мир, который просто заставил игру почувствовать себя немного более реалистичной и намного проще для такого нового игрока, как я, садиться в транспортные средства. Огромная часть игры, а также вы будете искать по всему миру различные запчасти для автомобилей. Бензин для заправки автомобиля, сам автомобиль, кажущийся 95% всех автомобилей, просто совершенно бесполезен в проекте Зомбоид. Я не знаю, что случилось, но кто-то выстрелил как. Каждая машина в этой игре, а затем врезалась в другую машину, так что большинство машин, которые вы найдете, будут бесполезны или без бензина, если вам не повезет, как мне. Вы, вероятно, просто выберете первый попавшийся Рики Мобайл, который вы найдете на улице, а затем закончите тем, что вам придется ездить на этой штуке. Когда ты пытаешься найти материалы, чтобы починить старый лимон, в этой игре так много разных вещей, и даже после 50 часов игрового процесса, я могу гарантировать тебе, что это одна из игр, в которых ты потратил 50 часов, и ты, по сути, даже не прикоснулся к поверхности того, что, возможно, мой. Первое прохождение, которым я отчасти гордился, длилось целых 28 дней, и это была примерно 12-часовая игровая сессия в разных сессиях, конечно, но если мне потребовалось 12 часов. Чтобы продержаться всего 28 дней, мне, вероятно, потребуется почти 50 часов, чтобы выжить 4 месяца в игре, учитывая, что я. Не умирая и не начинай заново играть, даже если ты выживешь целый год, даже умрешь после того, как иногда будет трудно не перезапустить игру, так как волнение от того, что ты настраиваешься на успех, само по себе увлекательно. Не говоря уже о бессмысленном количестве удовольствия, которое предлагает игра. Сражаясь с зомби и делая мир по-настоящему своим, с каждым прохождением ты будешь становиться только лучше, так что, конечно, это станет увлекательной игрой, в которой будет много возможностей. Для воспроизведения и кроме того, что, если тебе действительно наскучат вещи в игре, ну, один из моих, любимые причины играть в любую игру, конечно, если в игре есть моды, и позвольте мне сказать вам, что для Project Zomboids создается бесчисленное множество творений сообщества, таких как карты, предметы, оружие, новые стили игры, которые меняют сложность игры или то, как в нее играют, у вас есть много потрясающих возможностей для. Это игра и различные моды, которые сделают ее еще более реалистичной или просто подстроят ее под вашу идеальную версию игры. Есть много интересных вещей, например, мне не нравится, как в текущей игре. Если вы находитесь на улице под дождем, то дождь вообще не моет вашего персонажа или вашу одежду. Ну, увы. Можешь изменить это с помощью мода, конечно, другое дело. Может быть, ты чувствуешь, что мир слишком одинок. Или ты хочешь немного изменить его и включить в игру несколько НПК, так что продолжай и сделай это. Добавь несколько НПК и людей, которых ты можешь завербовать в свою группу выживших, или ты можешь просто сражаться с ними, я имею в виду, что это твое. Мир и продукт Зомбоид, и, вероятно, будет мод, чтобы это произошло, и, конечно, я бы не стал говорить обо всем, что связано с игрой, если бы я не говорил о контенте и видео, сделанных для проекта Зомбоид. Я потратил довольно много времени, наблюдая за множеством разных видео, и позвольте мне просто сказать вам, что все они красивые, я играю, я играю, конечно, видео действительно хороши на данный момент. Есть много больших и маленьких создателей, освещающих игру, и они делают это годами. Так что есть много чего посмотреть, когда тебе нужно открыть. Банка бобов в реальной жизни и в конечном итоге расслабляется, есть также большое количество руководств и полезных советов и видеороликов, которые помогут вам начать работу в игре. На самом деле вам решать, нужно ли вам смотреть их или искать стороннюю информацию. Вы можете по большей части играть в игру без знаний, и учись всему сам, но если ты действительно чувствуешь, что застрял в игре, или не совсем уверен, что делать, у тебя будет множество способов почерпнуть вдохновение, посмотрев несколько видеороликов в YouTube об игре, вроде того. Что ты делаешь прямо сейчас, как тебе нравится этот раздел видео, подписаться на канал Крутой Малыш Крок, но наконец, учитывая, что цена игры за нее поступила в продажу и составляет менее 20 баксов, это кража. Как будто нет сомнений, что с продуктом Zomboid вы получите больше, чем стоит ваших денег, я знаю, что некоторые из моих личных друзей играли сотни лет, и некоторые из них в течение тысяч часов, и многие в сообществе таковы, поэтому я определенно рекомендую Project Zomboid 10 из 10, если вам нравятся какие-либо другие игры на моем канале, или любые игры на выживание. Игры про зомби, особенно Project Zomboid, действительно попадут в это сладкое место. Может быть много игр про зомби, но многие из них не очень хороши, это одна из немногих игр про зомби, которые я действительно нашел лучше, чем большинство других игр, в которые я играл в любом случае. Если только многопользовательское обновление и десятки тысяч игроков, спешащих в игру, чтобы поиграть, не помогли, убедить тебя достаточно, чтобы попробовать, тогда, надеюсь, это видео сработало, если оно заставило тебя захотеть поиграть в Project Zomboid, тогда я, вероятно, сделал свою работу правильно, так что оставь лайк или что-то в этом роде. Какие-то отзывы и прочее, если ты не хотел играть в это после моего видео, то, вероятно, с тобой просто что-то не так. Например, что ты собираешься делать. Если тебе не нравится видео, которое убрало это, ты можешь просто сидеть и хандрить, или если ты хочешь мне помочь, зайди в мой раздел комментариев и оставь огромный грубый сумасшедший комментарий. Увеличь мою вовлеченность в любом случае, хотя я хочу поблагодарить вас всех за просмотр этого видео и повеселись, пытаясь не умереть в проекте Zomboid. Увидимся, ребята, в следующем.